портретная съемка чуть ли не самый популярный жанр среди всех видов съемки купил камеру пошел снимать близких родных друзей и так далее и даже спустя годы когда ты стал профессиональным предметным фотографом или допустим снимаешь макро насекомых ничто не мешает тебе также снимать друзей близких и родных в обратную сторону это кстати не так работает если ты снимаешь постоянно людей вряд ли свободное время ты идешь и снимаешь богомула портрет понятие весьма простое но многогранное это воспроизведение реально существующего человека но это может быть и живопись понятное дело и фотография эволюция живописи это и скульптура это и словесное описание то есть много вариантов как это все сделать однако если мы говорим о фотографии это не обязательно крупное лицо который занимает весь экран или поясной план как вот мне сейчас это и полный рост ростовой план и даже небольшое долине и даже съемка группы людей самое главное чтобы человека можно было узнать огромное пространство для дискуссий например вот два снимка какой из них можно считать портретом а какой нет или оба можно считать ну то есть всегда можно подискутировать и давайте начнем с того что может испортить ваш снимок и соответственно этого нужно избегать это конечно работает не сто процентов а в большинстве случаев есть исключение конечно же куда без них но все-таки стоит это себе куда-то под корочку записать первое это неправильное кадрирование а второе это цветные рефлексы или цветовые рефлексы цветные цветные правильно сказал не обрезайте модель по суставам снимок где модель подрезали по щей колодке по локоть по колено в большинстве случаев можно считать бракованными также в кадре для модели лучше оставлять достаточно пространства по краям если конечно модель по задумке не находятся уже частично за границами кадра а кадрирование головы обычно делается исходя из линии волосяного покрова либо ниже либо выше тут индивидуально как минимум есть люди без волос на голове но допустим делать кадрирование ниже бровей или по краю макушки будет ошибочно за очень редким исключением что касается цветных рефлексов то любая цветная поверхность листва массив из листвы элементы одежды могут давать цветные пятна на коже если они находятся близко из противоположной части основного источника света давайте перенесемся на одну из съемок где буду работать с одним источником постоянного света одним но мощным очень мощным и так задача снять девушку с мачете почти всегда в полный рост немного в минималистичном интерьере и на монолитном черном фоне у меня вот такой постоянный но мощный свет от компании сморик давайте в двух словах об этом свете комплекте кронштейн который крепится отдельно к самому световому блоку это удобно для тех кто хочет чтобы рукоятка была допустим не справа а слева и даже если полностью оставить ручку блок не упадет регулировка очень плавная но яркости света хватит на большинство рабочих случаев и если не на все можно регулировать температуру и как и полагается для современного света есть встроенные эффекты типа вспышки фейерверк телевизор и так далее и приятный бонус это пульт дистанционного управления просто подключил и пользуешься он полностью дублирует основную панель я такие вещи люблю не нужно ничего настраивать а основные спецификации света вы сейчас видите на экране перенесемся к съемке возможно вы слышали о том что если источник света находится слева то снимок будет более легким для визуального прочтения логичный вопрос мне почему я ставлю свет слева если девушка смочит в руке и нам по идее нужен более тяжелый снимок ответ я сделаю инверсию снимка а поставить свет справа было не очень удобно поэтому такой выход из ситуации постановка света хоть одного зависит от того какой результат вы хотите получить капитан очевидность снова в деле казалось бы источник света один а вариации на самом деле очень много и факторов вагон например мягкий свет или жесткий мощность света под каким углом он светит какие насадки какая площадь насадок если у вас софтбокс то площадь плотность этой самой рассеивающей ткани количество этой рассеивающей ткани поскольку чем ее больше цвет мягче но и освещение меньше и если соты опять же насадки но уже носок бокс если какие-то отражатели и так далее у меня пальцы двух рук закончились и это мы еще не учитываем сама модель поскольку возраст форма черепа цвет кожи все это имеет значение фигура в конце концов далее чтобы снимок стал более тяжелым по восприятию более сфокусированным нужно сузить источник света в данном случае для этого я буду использовать соты цвет остается мягкий на главном объекте но окружайшее пространство стало темнее и наш взгляд стал более сфокусированным далее чтобы одна сторона сильнее ушла в тень я просто сдвигаю источник света в бок и снимок становится еще более темным еще более тяжелым однако нужно кое-что исправить тень с противоположной стороны на мой взгляд слишком сильная для лица поэтому не меняя позиции света я просто сниму под другим углом и попрошу повернуть лицо правее то есть к источнику света так уже гораздо лучше кстати говоря использование одного источника света очень хорошо помогает корректировать фигуру естественно за счет освещения поскольку одна сторона уходит в тень и вы можете допустим как-то повернуть модель чтобы у него нежелательная часть фигуры скрылась в тени если же мы хотим сделать световой рисунок на лице и теле модели более мягким но сохранить объем на помощь переходят отражатели золотая сторона дает самое сильное отражение серебряная поменьше и самый мягкий но и самый слабый эффект дает белая сторона допустим я захотел снять себя с более мягким светом на лице осветитель 1 отражателей нет но есть спасительная белая стена тогда я просто установлю свет так чтобы частично он был направлен на лицо и частично по касательной на стену и отражение подсветит противоположную часть лица. Расстояние от стены тоже имеет значение. Чем оно больше, тем подсветка слабее. Теперь съемка с темным тканевым фоном. И если я хочу, чтобы модель полностью была в вакууме, то я приближаю источник света ближе к ней, конечно надев соты. Яркость поставлю как можно сильнее, а диафрагму прикрою. Расстояние модели от заднего фона тоже имеет значение. Чем она ближе к нему, тем больше шансов, что свет подсветит и фон тоже. Кстати говоря, на примере этой съемки можно заметить, что в итоге позади модели есть небольшой ореол, небольшое свечение, поскольку она находится близко к фону. Но в данном случае полный вакуум мне не нужен. Поэтому и яркость осветителя у меня небольшая, и диафрагма достаточно открытая. Но за счет того, что у меня соты, осветитель близко к модели, и под таким углом, что свет направлен скользь, он не сильно задевал, а модель хорошо освещена. Кстати говоря, из-за того, что источник света у нас небольшой, и я ставлю его близко, у меня либо поясной план, либо модель находится в полупреседе или приседе. Но площади хватает, чтобы осветить всю модель. Что касается естественного освещения, то не секрет, что восход и закат наше все. Я бы сказал, где-то 30-40 минут восхода, заката, чтобы свет был максимально идеальный. Ну а если у нас рассеянный свет, облачная погода, то радуемся, радуемся и делаем красивые мягкие снимки. Какое бы время суток вы не снимали, в любом случае, лучше, чтобы у вас на объективе был полярик. Он никогда не лишний. Я не перестану это повторять. Он выручает меня очень часто, и я думаю поможет вам. Ведь блики это тоже часть светового рисунка, и чем меньше нежелательных бликов, тем снимок становится мягче и его проще обработать. Понятно, я все говорю со своей колокольни. Мне мягкий снимок сделать жестким, допустим по бликам, освещению гораздо проще, чем наоборот. Бликующий жесткий свет сделать мягким. Это гораздо сложнее и неудобно. Ну а если у вас какая-то специфичная съемка, допустим ню, где девушка вся в масле, допустим так, то понятное дело она должна блестеть и блистать на камеру. Но это скорее такие специфичные съемки исключения. Не каждый второй, даже не каждый третий это снимает. Не каждый четвертый, не каждый пятый. В общем не часто это бывает. А теперь возвращаемся к кадрированию. И вот вам несколько снимков. Я их пронумерую. На ваш взгляд, что скадрировано правильно, помечу зеленым. Что можно сразу отправить в утиль, помечу красным. А что обрезано неверно, но имеет право на существование. Я помечу желтым. Поставьте сейчас на паузу, выберите. Я считаю, что так. Интересно совпадут ли мои выводы с вашими, потом посмотрим, по комментариям оценим. Итак, закат, рассвет, рассеянный свет. Мы это любим, это классно. Картинка всегда лучше. Но не всегда получается в жизни снимать только на закате, на рассвете или ждать, чтобы облачка были. Что если мы снимаем в какие-то другие временные рамки и есть ли выход? Особенно если рядом нет каких-то деревьев, скалы, здания. В общем то, что дает нам тень и можно как-то это использовать, спрятаться. А мы просто на открытом пространстве и нужно работать. Как быть? Благо, выход есть. Итак, пути решения. Допустим, когда вы снимаете пару, есть удобный прием, когда один человек повернут затылком к солнцу и собой же создает тень для второго человека. Как, например, вот на этом снимке. Хотя, вот в той же ситуации, в том же самом месте, тут я немного не докрутил. Немного света попало на лоб. Вообще, поворачивать людей спиной или полубоком к солнцу, это часто наилучший выход из ситуации. И единственный, если вы снимаете один. Если же у вас есть помощник, то с теневой стороны лицо можно подсветить тем же отражателем. Или заблокировать солнце на модели с другой стороны, опять же отражателем. Или чем-то другим, что может это сделать. И чтобы это не было, желательно, чтобы оно было побольше. Снимать самому и держать отражатель, да еще в ветреную погоду, это задачка не из легких. Я этого не делаю, я снимаю один, я использую другие методы. И надеюсь на динамический диапазон камеры. Очень часто. Конечно, человека можно повернуть лицом к солнцу, попросить закрыть глаза. Но, допустим, с открытыми глазами снимать так будет тяжеловато. Даже если модель будет открывать их на мгновение. Надолго ее не хватит. То есть выход есть, и, как вы понимаете, он сводится к тому, чтобы спрятать модель в тень. За некоторым исключением. Если солнце прямо над нами, ну тогда снимаем с нижнего ракурса. Конечно, это не подойдет для людей, которые любят, допустим, вот так сделать подбородок. И у них появляется второй, третий подбородок. Это уже, конечно, ну сочувствую вам, если у вас закончились все варианты. Тогда зовите человека, который будет закрывать солнце или ищите ее тень. Или уходите с этого места съемки и ищите что-то получше. Поскольку лучше ничего не сделать, чем сделать все плохо. Это моя философия такая. Не факт, что она вам подойдет. Заранее посмотрите, в это время суток вообще возможно ли на той локации что-то вменяемое снять. Это тоже очень важно. Планирование. Ваши съемки. Ехать на бум. Допустим, с 12 до 2, когда яркое солнце. Ох. Это очень-очень-очень опасно. Не опасно, очень нежелательно. Но только если у вас клиент не какой-то буйный. Такое, конечно, тоже бывает. У вас такое бывало? Надеюсь, что нет и никогда не будет. Желаю вам хороших клиентов. За хорошую цену работать. Всегда. Достойно у вас. Неожиданное такое пожелание. На этом все. Надеюсь, это видео вам понравилось. Кто только начинает погружаться в мир фотографии, услышали что-то интересное, полезное для себя. Я очень на это надеюсь. То, что вы оцените это видео положительно, я, конечно, тоже надеюсь. Но можете оценивать и отрицательно. Напишите, что было недосказано или что бы вы добавили. Поскольку видео полноценно только с вашими комментариями. Так что не стесняйтесь, пишите. Мы будем читать и отвечать. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Я еще думаю, запись делать ночью или утром. Их, решил поспать. А сейчас у меня попугайчики-томарут. За окном стройка. Я сижу на трех подушках, чтобы правильный уровень был. Ведь я же такой ленивый и жадный, чтобы купить регулирующийся по высоте стул. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...